Горы денег, самолет, а не машина. И главное, делать ничего не надо. Классическая экономическая ловушка. Вот только в 90-х, чтобы заманить в сомнительную финансовую организацию доверчивых клиентов, предлагали стать партнером. Сейчас же придумали более статусное звание. Инвестор. Да только эта инвестиционная платформа все больше напоминает обычную детскую песочницу. И пока вы из своих же денег помогаете строить очередную, но очевидную финансовую пирамиду, рядом, словно по волшебству, вырастают замки из песка. Отличный метод для отвода глаз. Пока вы наслаждаетесь видами несуществующей жизни, кто-то собирает все деньги и исчезает. А замок разлетается на тысячи песчинок. Ни денег, ни жилья. Пустые карманы и кредиты. И извечный вопрос. Да как же так? Не жизнь, а сказка. И сказка страшная. Я, собственно, потерял. И причем потерял я не только деньги. Для меня, наверное, еще большую важность имеет то, что я, по сути, потерял друга. Кэшбери. Крах несуществующей империи. Реклама, которая буквально гипнотизировала. Сотни тысяч людей послушно несли свои деньги, как будто не задумываясь куда. Откровенный, откровенный обман. Простите, ребята, но мне это неинтересно смотреть. До свидания. Что вывело из себя самого популярного халявщика 90-х Леню Голубкова? И есть ли что-то схожее между МММ и Кэшбери? С нами или без нас сотни. И тысячи людей будут зарабатывать огромные деньги. Им доверили свои кровные сотни тысяч человек. В списке участников молодые бизнесмены, звезды Большого театра и даже сенаторы. Вот это их официально закрытая группа. Вы знаете, наверное, про такую? Ничего я не знаю. Вы не знаете про такую группу? Нет, конечно. А вы смотрите, кто участник этой группы? Ну, это очень странно, поверьте. Вы знаете, я... Это же ваша страница, верифицированные. Так что это было? Мы решили выяснить, кто стоит в тени руководителя Кэшбери Артура Варданяна. А помогут нам в этом старые фотографии человека, который уж очень похож на молодого махинатора. Это очевидно, да, что идет татуировка какая-то? Ну, какая-то татуировка идет. Что-то там видно под рубашкой, что-то есть. Подставные действующие лица и откровенные недочеты в документах. Мы расскажем закулисную историю Кэшбери и попытаемся понять, почему люди с такой лёгкостью относили туда свои деньги. Выходные дни он теперь проводит в одиночестве. Это раньше каждую субботу. Филипп Клистов встречался со своим товарищем, ведь прошла целая рабочая неделя. Есть что обсудить. Но в последнее время друг почему-то перестал отвечать на телефонные звонки. Он всю эту адекватность полностью растерял. Я остался как бы ни с чем в данном случае. Не то, что ни с чем, а потерял человека. Для меня это такая личная достаточно ситуация. Я, в общем-то, всех людей призываю трезво рассуждать. В первую очередь думать о том, что пассивного дохода его в принципе не бывает. Пассивный доход – это миф. Но сам Филипп, хоть и нехотя, но признается, что несколько месяцев назад поверил в пассивный доход. Всё так же по рекомендации друга. Решил из 150 тысяч рублей сделать полмиллиона. Он красиво рассказывал об этой организации, что это не пирамида, а что это целая финансовая экосистема новая. Дал ему 150 тысяч, и он ещё 150 тысяч взял с кредитной карты, рассчитывая, что он в течение грейс-периода за 55 или 54 дня, он эти деньги вернёт за кредитку. У него уже будет сумма приросшая, он с неё ещё раз заработает. На деле же деньги исчезли. 1 ноября в Кэшбери заявили о том, что платформа больше не работает. Мало того, что Филипп потерял свои кровные, так ещё и друга, который одолжил у него 150 тысяч рублей, вложил их, прогорел и сбежал. Истории вкладчика в Кэшбери как под копирку. Увидел рекламу, заинтересовался, попробовал с маленькой суммы – затянуло. Ведь проценты вначале исправно выплачивали. Вот и москвич Сергей Кузнецов поверил в сверхприбыль. Как тут устоишь, когда обещают почти 600% годовых? Сумму инвестиций ставил у меня 250 тысяч в целом. То есть я сначала 100 тысяч рублей занёс, и потом ещё в июле 100, и потом ещё в начале августа 50 тысяч рублей. Деньги у Сергея остались, но только в личном кабинете. Он пролистывает очередной финансовый отчёт. Вот на сегодняшний день у мужчины виртуально есть чуть больше 300 тысяч рублей. А реально – пустые карманы и неясные планы на будущее. Сейчас никакую сумму нельзя вывести. Как, опять же, сказал Артур Варданян, первая выплата назначена на 1 декабря. Но, возможно, опять же, эти сроки сдвинутся, как это было с каникулами. То есть все ожидали там 1 января всё взаимовиться, сейчас все ждут опять 1 декабря. Артур Варданян – самопровозглашённая икона современных инвесторов, или, как ещё их в шутку называют, бездельников. Стильные очки, аккуратно выбритая борода, яркие рубашки и всегда сложенные вместе руки. Идеально подобранный образ. В нём своего найдут и хипстеры, и студенты, мечтающие о беззаботной жизни, и даже пенсионеры. Ведь только стоит Артуру открыть рот, как в голове возникают прекрасные пейзажи стабильной и богатой жизни. Мы с вами стоим на пороге финансовой революции. И с нами или без нас она свершится. С нами или без нас сотни и тысячи людей будут зарабатывать огромные деньги. И только мы решаем, будем мы сторонними свидетелями или будем зарабатывать здесь. Но кто на самом деле руководит компанией? Артур Варданян – реальный человек или же это чей-то успешный бизнес-проект? Расскажем об этом совсем скоро. Ну а пока попытаемся выяснить, как в стране, где только-только оправились после краха МММ и ещё ряда финансовых пирамид, вдруг появилась такая компания, как Кэшбери. Ноябрь 2018-го. Вкладчики только что узнали, Кэшбери больше не существует. И толпами ринулись в офисы, где когда-то их встречали приветливые менеджеры. А кто у вас старший? Валентина Петровна. Она три часа будет. Но ни в три и ни в четыре часа Валентина Петровна в офисе так и не появилась. Понять её несложно. Внутри из десяток раздневанных вкладчиков. Надо же им как-то объяснить, куда делись деньги и кто их вернёт. А что набирать? У него отключен. Вот сейчас включится. На громком. Чем или находится вне зоны действий. Выходить к людям вчерашние бизнес-партнёры не решились. Им, вероятно, было проще записать видеообращение. Трагический голос, красные глаза и бесконечные покаяния. Я искренне прошу вас прощения. Я знаю, какие судьбы есть у некоторых людей. Кроме слёз, никакой конкретики. Будут ли возвращать деньги, до сих пор не ясно. Вот и плачут все. И сотрудники компании, и сами инвесторы. А ещё думают и обсуждают, что же делать дальше. Чаты вкладчиков опубликовали в интернете. На одном из популярных ресурсов люди, словно не видя очевидных проблем компании, точно заговорённые продолжали убеждать друг друга. Скоро они снова станут богатыми и обеспеченными. Проблема не в Артуре, а в правительстве, в журналистах и в тех, кто просто не поверил в Кэшбери. Ещё полгода назад было понятно, что Кэшбери сильно себя разрекламировал. И в ближайшее время правительство начнёт прикрывать его, вставлять палки в колёса. Сила в каждом из нас, в Артуре, в каждом сотруднике, в каждом финансовом инструменте, который выбрал Артур для нашего блага. Я верю, что он сказал в видео даже не всё задуманное. Но чтобы недоброжелатели не сгубили идею на корню. Ждём добрых вестей и великих результатов в новом проекте. Кэшбери! Кэшбери! Выплаты будут! Верю! Надо просто верить! Поддержим друг друга! Одни с усмешкой стали называть вкладчиков сектантами. По-другому не объяснить, как спустя столько времени можно продолжать верить в чудо. Другие же рассмотрели в этих строчках провокацию. Ведь, возможно, их пишут те, кто настраивает и так потерявших уйму денег людей на новые рискованные инвестиции. Эксперты тут же заявили, что всё это был хорошо срежиссированный спектакль. Вот только сценарий подглядели у Сергея Мавроди. Всё та же реклама, всё та же несуществующая валюта. Но только если Мавроди хотя бы не поскупился и сделал вот такие свои билеты, здесь даже водяной знак есть, то Варданян создал некую мифическую электронную валюту Кэшберри Коинс, которую не распечатать, не вырезать, вот так же в руках не подержать. И в случае осознания провала всей операции по ветру не пустить. Но почему это сработало? Почему люди снова доверили свои деньги очередному Остапу Бендеру? Разберём основные аспекты. И первое же, что бросается в глаза – реклама. Как тут не поверишь в успех быстро развивающейся компании, когда её нахваливает народный любимец Николай Басков. Только вдумайтесь, за первый месяц торгов Кэшберри Коинс оборот составил около 20 миллионов долларов. А ведь это только старт торговли. Вот ещё рекламные ролики. И судя по содержанию, нацелены они на молодых людей, желающих завоевать внимание девушек. Обычных работяг из глубинки. И, конечно же, на тех, кому приходится ютиться большой семьёй в маленькой квартире. Квартиру продаём, деньги грамотно вкладываем. И через полгода въезжаем в новую, просторную квартиру. Бача, красава, девча, вера. Актёр один и тот же. Решает, по сути, те же жизненные проблемы, с которыми сталкивался, ну, практически каждый. Ах, вашей маме случайно сноха не нужна? Ничего не напоминает? Все деньги мы будем вкладывать в акции АО МММ. Лёня Голубков, главное лицо МММ, только на современный лад. Также решает бытовые проблемы благодаря компании. И также своим примером уверяет всех, что это работает. Мы отыскали актёра Владимира Пермякова. Герой самой запоминающейся рекламы 90-х Лёня Голубков работает в небольшом ДК на окраине столицы. Журналисты к нему обращаются редко. А если и приходят, то чаще, чтобы ещё раз расспросить о тех непростых временах и о роликах МММ. Боже мой, когда же это всё наконец кончится? Владимиру мы предложили просмотреть рекламные ролики компании Кэшбери, чтобы понять, есть ли что-то общее в работе с клиентами у двух компаний, прошлого и настоящего. Ничего тут оригинального нет. Всё равно тут чувствуется школа МММ. Семья, зять, тёща, жена, ребёнок, которые хотят быть счастливыми и жить в хороших условиях. Ну, она по сравнению с МММ, она навязчивая. Я бы сказал, жёсткая или даже дерзкая такая. Актёр нервничает. Ему кажется даже неприятно, что его, Лёню Голубкова, сравнивают с этим персонажем. Мы досматриваем ещё один ролик, но дальше никаких комментариев. Тут видно, что это лохотрон. Вот, наигрыш и откровенный, откровенный обман. Простите, ребята, но мне это неинтересно смотреть. До свидания. До свидания. Больше сказать нечего. Владимир Пермяков вернулся на репетицию, а мы же продолжаем выяснять, чем ещё могла заинтересовать инвесторов компания Кэшбэри. Закрытая страничка инвестиционной платформы. Случайные люди сюда попасть не могут. Проверяем список участников и находим сенатора Антона Белякова. Страничка, судя по всему, верифицированная. Но как он здесь оказался? Выясняем это у самого Белякова. Быть может, он зарегистрировался в системе, чтобы лично разобраться в ситуации и понять, как же работают схемы Варданяна. Вот это их официально закрытая группа. Вы знаете, наверное, про такую? Ничего я не знаю. Вы не знаете про такую группу? Нет, конечно. А вы смотрите, кто участник этой группы? Ну, это очень странно, поверьте. Вы знаете, я... Это же ваша страница, верифицированные. Но я никакого отношения абсолютно к этой группе никогда не имел и не имею. То есть они попытались добавиться ко мне в друзья, в соцсетях? Нет, это закрытая группа. Вот, закрытая группа. Просто так, это вы должны были добавиться к ним. Ни один аргумент, объясняющий это случайное совпадение, не срабатывает. Мы находим для сенатора, кажется, удобный выход из положения. Предлагаем ему зайти со своего телефона на страницу компании и показать, что мужчина никогда не вел переговоры с кем-либо из этой группы. Но... Какие-то истории плодить вокруг этой темы. Не, ну вы хотя бы нам как бы покажете, что у вас это довольствие. Мы же, я прокомментировал уже, записали. Сейчас буду выяснять нюансы. И скорым шагом он покинул площадь. Что это? Совпадение? Но буквально через минуту после нашей беседы список участников закрытой группы Кэшбери обеднел на одну персону. Антон Беляков перестал быть участником сообщества. Феномен Кэшбери взбудоражил умы многих блогеров. И тут речь идет не о формуле успеха, а о закулисных играх. Никто не верит в то, что молодому Артуру Варданяну было под силу выстроить такую империю. Да далеко не все вообще верят в существование самого Варданяна. Подозрения закрались, когда пользователи обратили внимание на фотосессию из бара Магнитогорска. Это у нас получается тоже бар Гибсон, 23 декабря 2016 года. Вот его фотография, вот его фотография. Вы можете сразу понять, о чем он сейчас задумался и что он мысленно говорит. Прими правильное решение. Кстати, присмотрите сразу на татуировку. Это вот сам Артур Варданян. После долгих поисков блогеры выяснили, на фото не Артур Варданян, а некий житель Магнитогорска Эдуард Рязанов. Я написал поиск Эдуард Рязанов, Магнитогорск. Вылазит любительская футбольная лига. Видим здесь Рязанов Эдуард. 21-6-1988 год. 30-е. 30 лет ему. И нам открывается вот эта фотография из список игроков. Рязанов Эдуард. Нападающий, кстати. Прибавляем его фотографию. Помните про татуировку? Вот этот сам Эдуард Рязанов с Магнитогорска. Вот здесь на правой руке у него татуировка. Эта же татуировка должна быть на правой руке и у Артура Варданяна, заявили блогеры. Но вот как доказать? Поиграть с настройками в графическом редакторе. А что если блогеры намеренно сгущают краски вокруг честного имени Артура Варданяна? Мы решили провести точно такой же эксперимент. Вот первый источник. Фотография Эдуарда Рязанова. Вот та самая татуировка. Сегодня наш технический специалист попробует проверить промо-фотографию Артура Варданяна и эту, чтобы выяснить, действительно ли есть совпадение. Снимки загружены в графический редактор. Специалист начинает работу. С помощью цветокоррекции будем пробовать показать, что там есть. Прибавить, убавить цвета. Будем смотреть, что у нас получается. Несколько кликов мышкой и на правой руке под рубашкой что-то начинает проявляться. У нас получается здесь на снимке как раз вот татуировка, да, и здесь мы видим очертание буквы С какая-то или Y. Но это очевидно, да, что идет татуировка какая-то? Какая татуировка, да, идет. Что-то там видно под рубашкой, что-то есть. А я так понимаю, что-то еще... И что-то на груди какая-то. Выясняется, что Артур Варданян или человек, который хочет им казаться обладатель еще одной татуировки. Но только уже на груди. Вот он проявляет. Ну, больше и меньше, в зависимости от цвета. Ну, что-то там по-любому есть. Блогеры и аналитики сошлись во мнении. Артур Варданян – вымышленный персонаж. Некоторые эксперты копнули глубже. Решили узнать, а кому на самом деле принадлежит компания. Первое, что удалось выяснить – Кэшбери зарегистрировали в Англии. А дальше еще интереснее. Кэшбери Лимитед была зарегистрирована в ноябре 2016 года на имя господина Варданяна, 1980 года рождения. А в 2017 году появились две компании. Кэшбери Групп и Кэшбери Трейдинг на имя Артура Варданяна, родившегося уже в 1981 году. Причем в двух этих случаях разнится написание фамилии. Третий – Варданян, причем снова помолодевший, уже 1983 года рождения. Зарегистрировал еще одну компанию. Кэшбери Интернешнл Лимитед в августе 2018 года. Что это? Семейный бизнес кланов Варданянов или просто компании, оформленные по поддельным документам? Кто стоит за этими манипуляциями? Ответы на эти вопросы сейчас ищут эксперты Центрального банка. Это благодаря им страна узнала, что многообещающая инвестиционная платформа на деле оказалась обычной финансовой пирамидой. По самым скромным подсчетам, ущерб от деятельности Кэшбери составляет около 3 миллиардов рублей. Масштабы деятельности данной инвестиционной группы, о которой мы говорим, соответственно, они в принципе, это масштаб всей страны. Соответственно, масса тех людей, которые вложили свои деньги. И, соответственно, возможно, эта цифра даже, ну, скажем так, где-то средняя, поскольку мы, скажем так, не можем оценить полностью, что вносилось в наличной форме, сколько всего инвесторов. Получается, до сих пор почитать ущерб невозможно. Для этого необходимо привлечь для дачи показаний либо самого Варданяна, если он, конечно, существует, либо человека, который им представлялся. Но почему-то до сих пор его персоны не заинтересовались в правоохранительных органах. Счета компании на сегодня, как нам говорят правоохранители, они обнулены, деньги выведены в Лондон. Мы понимаем, что 1 миллиард фунтов стерлингов, который сегодня по инсайдерской информации был перечислен в Великобританию, Туманный Альбион, он является основанием к тому, чтобы уже возбуждать уголовные дела, уже привлекать Варданяну, уже его объявлять международным. По словам Тимура Маршани, он собрал с десяток заявлений от вкладчиков, но пока уголовное дело не возбуждено. Возможно, идет доследственная проверка. Но на что рассчитывать людям? Деньги, если верить юристу, уже давно за рубежом. Даже если Кэшбери обанкротится, то российских активов компании явно не хватит, чтобы расплатиться по счетам. Сам же Варданян, вероятно, ни от кого не прячется и записывает новое обращение. И опять обещает горы денег. Правда, уже под новым брендом. Пройдите верификацию и сможете заказать вывод вложенных средств на свои платежные реквизиты. Трудности временные. Впереди нас ждет белая полоса. Сейчас, конечно, эти слова звучат, как несмешной анекдот. Но наверняка в 2019 году, а именно тогда Варданян планирует запустить свой очередной проект, найдутся новые искатели счастья. Опыт МММ, вероятно, ничему никого не научил. Толпы так называемых халявщиков выстроились и у офиса в Кэшбери. И новый финансовый мессия, который пообещает 600% годовых, безусловно дождется своего доверчивого клиента.